Девчонки, всем привет! У нас сегодня первый рабочий день после трёх выходных. И в моём случае это был настолько тяжёлый для меня день сегодня. Я безумно переволновалась на работе, устала. Я даже не знаю, как правильно сказать. У нас уже почти шесть вечера. Скажу так, у меня сегодня прям такой, знаете, упадок сил, если так можно описать. В общем, день был сложный. У меня было такое очень важное, ответственное на работе мероприятие. Не знаю, оно будет одно или несколько. Я, когда всё мы организуем, обязательно вам расскажу. Но просто требовалось такой, знаете, серьёзной подготовки. Очень много потратила я морально, да. Я очень переживала, чтобы всё получилось, всё сложилось. Надеюсь, что всё мы сделали хорошо. Знаете, такая вот усталость, и вроде бы как бы сильная, одновременно приятная. Анютка, он играется на балконе. Что ты делаешь, Дути? Ногти? Ногти делаешь? Можно покажу? Девочки, коробка-посылка. Анютка себе делает гелевые ногти. Ну, типа, наращивать, да, будет? А чем ты их красишь? Фломастеры, да? Да. В общем, видите, такие ногти будут. В общем, чем бы дитё не тешилось, лишь бы не руками, да? Девчонки, а мы с Анюткой будем кулинарить. Мы будем готовить пирожки. Я вам говорила, что будем готовить, но у нас пирожки немножко переносятся. Вот перенеслись на вечер, да? На вечер после работы. Девчонки, рецепт у меня из старой книжки. Это мне папа подарил. Это мне папа очень вкусно и хорошо готовит. Папуль, привет тебе! Я знаю, что ты смотришь наши с Анюткой видео. Видишь, я пользуюсь книжечками. Девчонки, я хотела вспомнить... Я наврала 70-80-е книга 90-го года. Технологии приготовления. Девочки, тут и... В общем, и пирожки жареные, и вот эти пирожные. Знаете, как раньше у нас была кафе Лакомка, вот продавали булочка заварная. Вот видите, как такие заварные с кремом. И вареники. И всё вот по ГОСТу. Смотрите, тут всё высчитано до... Грамма, сколько чего надо. И мне здесь нравится рецепт теста на пирожки. Я обязательно вам покажу его. Будем с вами готовить. Он простой, ничего там нет такого сверхъестественного. Но пирожки у нас всегда получаются вкусные. Да, Анютка? Пирожки мы будем делать с вишнями. Анютка мне вчера начистила такую огромную миску вишен. Она сегодня написала мне соседка моя. Олечка, привет тебе тоже. В общем, привезёт нам в четверг большое ведро 5-литровой ещё вишен. Анютка у меня профессионал по чистке вишен. Девочки, так люблю вишнёвую выпечку. Поэтому буду использовать заморожу. Можно будет и зимой делать какие-то пирожки. Но мне нравится со всего доставать косточки. То есть, неважно, это пирожки или какой-то пирол, крулет. Я не замораживаю вишню с косточкой, потому что потом неудобно. Знаете, вот вы кусаете пирожок, и вот мужу моему нравится, чтобы пирожки, ну как нравится, ему мама пекла пирожки с вишнями, и внутри была косточка. Но я думаю, она это делала, потому что ей было лень доставать косточки с вишен. Но вот у него почему-то такое, ну а я не могу так. Мне всё время кажется, что я себе или зуб поломаю, или пломба у меня выпадет, или ещё что-то, потому что у меня всё время какой-то страх, знаете, что я укушу этот пирожок, и что-то своими зубами случится. А я и так хожу к стоматологу, и я ещё на второй заход не дошла, потому что стоматолог заболел, поэтому никаких косточек. В общем, девчонки, сейчас покажу вам рецепт теста из нашей супер-книги. У моего папы ещё есть книжка. Я попрошу у него попользоваться, и потом я ему верну. Ну, книга о вкусной и здоровой пище. И вот в моём детстве папа всегда оттуда брал рецепты, там вот как организовать питание. Она такая вот огромная, как я помню, толстая. Я попрошу у папы попользоваться, а потом дедушке вернём, да? Ну, правда, у меня папа очень вкусно готовит, и вот у него есть книги, которым много-много лет, но они реально, эта книга вот реально зачётная. Так, в общем, вступление мы сделали. Дедушке, как я люблю летом тусить на балконе. И не только я, да, Майкися? Мы просто обожаем. Не знаю, я завидую тем людям, которые живут в тёплой стране, и у которых, знаете, вот как большой балкон, и человек может вечером вынести огромный стол, стулья, сидеть, не знаю, пить чай, отдыхать, хоть качелю ставить, знаете. Вот, знаете, вот, ну, к примеру, в Турции, да, такие. В Турции большие балконы. Там такие огромные, девочки. Если его застелить, то вообще, застеклить, то вообще комната получается. Потому что в тёплых странах люди очень много времени проводят на балконе. У нас балкон, ну, там, не знаю, с апреля по октябрь, да, всё. А у них всего лишь 2-3 месяца этот балкон как бы не используется. Ну, мы с Анюткой, если бы у нас была возможность, да, Дотя, мы бы на этом балконе бы жили. И балконы там немножко другого размера, чем у нас. Там такие балконы, девочки, по 15 квадратов, по 20, по 12. А у нас, я не знаю, вот так вот шириной, ну, где-то метр, наверное, может, метр 10, ну, вот так вот метр 20. Ну, и в длину, девочки, наверное, метра 3, да, 3, может, 3 с хвостиком. Там всё это весь в части у нас, вы знаете, вот сейчас штатив стоит на морозильной камере. И напротив у нас уголок отдыха, да. 2 метра. Да. И как бы нам хватает 2-3 человекам посидеть. Сюда ещё можно стулочку поставить, но, конечно, хотелось бы больше. В общем, день, девчонки, был такой, знаете, насыщенный. Редко бывают такие дни в последнее время, но эмоций я набралась. В общем, как-то так адреналин растрясла, и мы с вами будем лаварятами. Рецепт наших пирожков. Что нам понадобится? У меня здесь пол-литра молока, 2 яйца, 50 грамм дрожжей, мне 53, 150 грамм сахара, ваниль, 100 грамм растопленного сливочного масла и 80 грамм любого растительного, у меня оливковое. Из этих 80, 50 идёт само тесто и 30, будем при замесе его использовать, и щепотка соли, ну и мука. Муки по рецепту написано 1 килограмм 50 грамм. У меня здесь пачка килограммовая, но если мне не хватит, я добавлю, потому что яйца бывают разного размера. Сейчас сначала сделаем мы опару. Мы в наше молоко раскрошим дрожжи. Лучше делать со свежими, не знаю, делала сухими, не такое получается пышное тесто на пирожки, на пироги, как со свежими. Поэтому стараемся с Анюткой всегда, у меня и в морозилке всегда есть дрожжи замороженные. И когда собираю что-то печь, обязательно иду. Крошим все дрожжи. Дрожжи добавили. Добавляем сюда немного сахара от общего объёма, ну то есть вот чуть-чуть. И пару столовых ложек муки, тоже от общего объёма. Добавлю ложки 3. Молока у нас пол-литра здесь. Ложки такие 3 полные. Даже чуть-чуть добавлю. Так ещё. Ещё раз скажу, это от общего количества муки. И теперь венчиком нужно всё хорошо перемешать. Замешиваем. И оставляем нашу опару на 15-10 минут, чтобы образовалась наша шапочка. Сейчас всё размешаем и даём постоять. Девчонки, прошло 10 минут, посмотрите какая опара. Пышная, красивая. Класс! Я балдею вообще, вот когда дрожжи так работают. Супер! Так, девчонки, теперь сюда высыпаем оставшийся сахар. Ванильный сахар. Сейчас распакую его. Ванильный сахар высыпаем. Яйца. Я, наверное, их сейчас предварительно немного смешаю, чтобы они потом быстрее перемешались. Ну, чуть-чуть. Ой, ванилька за... Ванилька с дрожжами, всё, у меня куличами пахнет. Я вот так чуть-чуть смешиваю, чтобы в дальнейшем, когда будем замешивать тесто, легче смешивались ингредиенты. Так, яйца добавили. Добавляем сюда растопленное, остывшее сливочное масло. 100 грамм, я говорила. И добавляем растительное, у меня оливковое. Добавляем не всё. Вот так вот чуть-чуть оставляем. Оставляем. И щепотка соли. Всё. И теперь всё хорошо перемешиваем. Пахнет так вкусно. Просто вообще так убираем все пиалочки, чтобы нас ничего не отвлекало, не мешало. Смотрите, всё быстро очень смешивается. И сейчас начнём понемногу. Соль можно убрать, девчонки. Я люблю сразу всё поубирать, всё, что уже не нужно. И потихоньку сюда подмешиваем муку. Я сначала где-то третью часть высыпаю. Перемешиваем. Хорошо всё замешиваем. Видим, тесто ещё жидкое. Добавляем ещё третью часть. Вот так вот. И вот так вот уже более, тесто уже более густое. Пока замешивается венчиком, замешиваем венчиком. Когда будем видеть, что уже, вот сейчас я смешаю эту муку, и венчиком будет неудобно. Будем замешивать мы ручками. Сейчас я всё хорошо вымешиваю. Будем замешивать ручками. Так, добавляем ещё муки. Девочки, я на пирожки муку не просеивала. Я чаще просеиваю её, когда там бисквиты какие-то. Вот так вот я всегда хорошо вот мукой проведите по краям миски, чтобы всё, все остатки теста у вас сюда вместе с мукой соединились. И вот так вот по чуть-чуть, девочки, начинаем вымешивать наше тесто. Оно не должно быть крутым. Оно должно быть, знаете, таким слегка липковатым, но не критическим. Просто если мы много муки сильно насыпем, то мы забьём тесто, и пирожки будут жестковатые. Так, досыпаем ещё по чуть-чуть муку. Сейчас я ложечку уберу. Буду просто с пачки подсыпать. Напомню, мне здесь килограмм. По рецепту кило пятьдесят. Сейчас от муки, конечно, всё зависит. Я вот по чуть-чуть добавляю, вмешиваю и буду смотреть, когда как. Но вижу, что тут ещё нужно добавлять. Чуть-чуть ещё насыплю. Девчонки, вымешиваем тесто. Сейчас чуть-чуть ручками помешу. Проверим. И будем уже вмешивать с растительным маслом. Последние, как бы, вымес несколько минут нужно делать именно с растительным маслом. К рукам сейчас, видите, очень-очень лепнет. Девчонки, вмешала последнюю мукулки с килограмма. Видите, тесто уже такое, как бы, держит форму, но слегка липковатая. Вот сегодня понадобился ровно килограмм. Мы берём немножко, сейчас я руку сполосну, чтобы чистая была. Вот так вот на руку выливаем немного масла и вот так вот замешиваем, чтобы ручка была в масле, чтобы тесто не приставало. По чуть-чуть поливаем вот так вот маслицем наше тесто. Вот, девчонки, получается тесто, посмотрите, оно как бы такое тягучее, но одновременно практически не липнет к рукам, потому что мы добавили перед формовкой нашего шарика наше оставшееся растительное масло. Всё, оставляем тесто в мисочке. Я сейчас накрою его плёнкой и оставляем на минут 40-час. нам нужна вот такая шапка и будем пить вкуснейшие пирожки. Девочки, посмотрите, какое тесто получается. Анютка говорит, оно уже вылазит, видите, вот плёнку поднимает. всё быстренько сейчас сделаем начинку. У нас здесь вишни. Анютка их почистила и я их через сито отжала, чтобы меньше сока было. У нас здесь где-то полтора килограмма вишен. Нам нужно добавить сюда крахмал. Я буду добавлять кукурузный. Можно не добавлять, но вкуснее получается с крахмалом, потому что не вкуснее, даже больше красивее, потому что не вытекает сок с вишен. Он может вытечь, но не так сильно, как если мы крахмал не добавим. Берём ложечку. Девчонки, добавляем крахмал. На полкило нам нужна столовая ложка, значит, мы добавляем в нашей вишне три столовые ложки. У нас полтора килограмма. Я взвесила. Вот так вот. Девочки, сахар буду добавлять непосредственно на пирожок, потому что когда добавляем сахар, то вишня быстрее пускает сок. Правильно, Анютка? Сахар же, как варенье, засыпают ягоды, и ягоды сразу пускают сок. Наша задача сейчас перемешать вишенки с крахмалом и непосредственно на пирожок будем посыпать сахарком. Да, Дотя? Да. Сейчас всё хорошо смешиваем и начинаем лепить, потому что, вы видите, тесто от нас сейчас сбежит. Да, Дотя? Угу. Ну всё, крахмала вроде бы сухого нет. Отставляем начинку. Так, где наш коврик силиконовый? Девчонки, сахар в пирожки по вкусу. Мы насыпали грамм 100 и сюда добавили ещё пакетик ванильного сахара. Всё смешали и будем лепить пирожульки. Так, подготовила немножко растительного масла, смазывать руки, потому что, ну разве это не врели? Сейчас я ближе покажу. Слушай, я кайфую. Вы посмотрите, вы на это только посмотрите. Так что я поставила, так что ничего не видно. Я говорю, посмотрите, а вам не видно. Это, это, это целый гриб. Давай, ломай, Анютка. Немножко липковатое, да, сейчас мы его так отберём. Девчонки, я буду лепить свои пирожки, большие. И договорились с Аней, что я с ней делюсь. Тесто пахнет просто вообще бомб. Вот видите, оно постояло, я не смазывала ещё ничем руки, и оно не липнет к рукам. Обалденное тесто. так, всё, девчонки, начинаем лепить пирожок. Берём краешек. Я беру вот так вот не сильно много, потому что они ещё, девочки, увеличатся в два раза, плюс вишни. Это будет вот такой пирожок. Значит, катаем шарики. Сейчас накатаю себе и нужно же ещё поделиться с моим пассажиром-помощником. Вы же понимаете, да? Ой, какой-то маленький шарик взяла. Формируем пирожки. Так, девчонки, пораскидывала. Ещё тесто осталось. Коврик у меня небольшой. Вот так вот ручками. Масло я налила, девочки, в пялочку. Это если будут прилипать, смазать. Но пока ведёт себя тесто отлично. Ложим вишенки. Вот так вот. И посыпаем сахарком. Вот так вот. И защёлкиваем. Видно, что я делаю. То, девчонки, делаю, не смотрю в камеру. Видно или нет. Вот так вот защёлкиваем. Защёлкиваем. и потом этот гребешок вот так вот нужно придавить. Вот такие у нас красавчики получаются. Отправляю её девочкам на противень. так. Видно вам не видно? Вот положила. Так, продолжаем. Вишенки. крахмал, девочки, вообще по вкусу чувствоваться не будет. Если вы когда-то ели магазинные пирожки, то, знаете, там всегда есть крахмал. Поэтому они у них всегда красивые и не текут. Я не даю гарантию, что мои вообще не потекут. Но наличие крахмала в пирожках, особенно в клубнику, ладно, ещё вишня можете добавлять, можете нет, по вкусу. Но если вы делаете пирожки с клубникой, вот сейчас, например, сезон, за клубнику не договорила. В общем, если делаете пирожки с клубникой, у меня что-то видео прервалось, обязательно добавляйте крахмал. Вот прям обязательно. Если не добавите, точно потечёт. И с крахмалом, конечно, может потечь, но намного меньше. Вожу, девочки, полторы кофейные ложечки на пирожок сахара. Можно меньше. У меня муж любит, чтобы пирожки были сладкие. Хорошо заклеиваем. Так, поплотнее заклеиваем. Чем плотнее заклеите, а потом я ещё вот так вот залепливаю, чтобы точно всё было заклеено. И туда. Всё, девчонки, налеплю сейчас и будем с вами выпекать. Так хочется пирожочек. Конечно, это не вечерняя еда, но я всё равно буду, потому что нам с Анюткой безумно хочется. Ты тут со мной, Анют? Ага. Нам с Анюткой очень хочется пирожков. И муж хочет пирожков с вишнами. А Ярик вообще любит всё, что сладкое и выпечка. поэтому сюда лепливаю с вами последний. Остальные все буду лепить сама. И покажу вам уже какие у нас пирожочки получились. Наши красавчики. Смазывать, девчонки, можно желтком, молоком, чем хотите. Так, выключусь, покажу готовый результат. Первый противень готов. Немножко вот этот сок пустил и тот. Всё, быстро отправляем в духовку. 180 градусов. Девочки, сверху смазала молоком. Красивые. Девчонки, вторую порцию мы с Анюткой решили оформить так, как мы делаем вареники. Да, Анютка? Красивые. Швом вверх. Не знаю, будет ли хорошо держаться или нет, потому что там два вареника, два пельменя, два пирожка потекло. Оставила Анютке я тесто. Сейчас Анютка ещё будет лепить вишенки. Покажет вам, чего она такого налепит. Сейчас выпекутся эти пирожки и будем печь вот эти. Девочки, первый противень пирожков мы достали, остывают. Они такие мягенькие. Сейчас попробуем. Давненько мы с Анюткой не пекли пирожульки. второй протвенёк с фигурными. Сейчас в духовке тоже посмотрим, как они. Видите, некоторые подтекли и об них вымазались соседи. Но на вкусе это никак не отражается. Сейчас Анютка нам скажет, удались наши пирожки или нет. Вкусные. Вкусные? Сладкие? А может у тебя начинка уже видно? Сейчас Анютка ещё раз вкуснёт. И мы посмотрим, настолько ли они нежные, да, Анютка, по этому рецепту. Девчонки, они сочные, крахмал прям не течёт. Ну, не чувствуется. Но видите, начиночка внутри немножко застывает благодаря крахмалу. Что, мамочка угодила? Вкусно? Сейчас выпечем Анюткины там какие-то кульбабки она налепила. Посмотрим. Приятного аппетита, Анюта. Сейчас Ярик ещё попробует. Сынулька, скажи, вкусно, нет? Приятного аппетита вам. Чаёк. В общем, у нас вкуснейший приём пищи. Очень калорийный, но очень вкусный, правда? Кто-то тоже хочет пирожок. Моя сладкая, моя сладкая помощница. Всё, всем приятного аппетита. Кто кушает, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok